Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сейчас вам зачитаю информацию, которую получили от банка американского, который выдает кредиты иностранцам. Значит, что нужно? Фамилия, имя заемщика, его адрес зарубежный, то есть где вы постоянно находитесь, ну то есть в России, в Украине, в Казахстане, в Белоруссии, место работы, наименование, то есть если у вас там свой бизнес, то вы должны написать свой бизнес, если вы работаете по найму, значит, название компании, где вы работаете, адрес работы, вашу должность, стаж работы на этом рабочем месте, переводила мне помощница, доход до вычета налогов в месяц и в год, прежняя работа, если была у вас, то тоже нужно информацию по ней дать, дальше, налоги на недвижимость, которые вы платите, если у вас есть недвижимость в вашей стране, кредитная история, потому что сейчас уже в странах бывшего Советского Союза сделали кредитные истории, наконец-то, я уезжал в 2011 году, еще не было, в России не было системы формирования кредитных историй в банках, у каждого банка какие-то свои проверки были, сейчас уже есть общие базы, значит, вот эту кредитную историю вы должны дать, ваш кредитный рейтинг, дальше, сколько у вас лежит денег на ваших счетах, в ваших банках, например, там, выписка из Сбербанка, Альфа-банка, Приват-банка для Украины и так далее, дальше, следующий вопрос, есть ли у вас акции, доли в компаниях и в инвестиционных фондах, то есть, какие-то вложения, есть ли у вас какая-либо недвижимость, и вот описание этой недвижимости, вот первичная информация, которая интересует банк, тут вопрос сегодня задали очень хороший, будет ли банк это проверять, со слов банкира, который нам вот эту информацию давал, что они не проверяют эту информацию, вот, но они должны ее получить, то есть, они не будут писать запрос налоговую инспекцию и проверять вашу справку, сколько вы там зарабатываете, но получить они ее должны. Можно информацию давать на русском языке, мы ее переведем, заверим здесь и предоставим банку. То есть, я уже говорил о том, что мы будем делать все под ключ, то есть, покупка участка, финансирование, строительство, то есть, по строительству тоже у нас будет много видео впереди, я уже нашел несколько строительных компаний, сейчас ведем с ними переговоры, задаем наводящие вопросы, на которые хотим получить очень подробный ответ. То есть, все будет под ключ, поэтому не так не получится, что вы там купите землю, потом будете думать, а что мне с этой землей делать. То есть, мы можем вам получить кредитование, построить дом и даже сдать этот дом в аренду, вы будете получать постоянный доход в долларах США. Если вы не хотите сдавать ее в аренду, хотите просто иметь это как собственный дом, приезжать, отдыхать, пожалуйста, распоряжайтесь им, как хотите. Вы можете построить и перепродать его потом, и тоже на этом заработать. Это все в ваших решениях, вы сами определяете, как поступить с вашей собственностью.